Ущерб от подрыва Каховской ГЭС Прорыв на левом берегу подтвержден официально ВСУ. Заняли и удерживают плацдарм и опор разрушенного Антоновского моста. Вагнер окончательно переезжает. Появились спутниковые снимки лагеря под белорусским городом Осиповичем. А вот фабрика троллей Приможна прекратила существование и спалила мосты. Но в итоге именно эти сети сумели переиграть так называемых белоленточников. Налоги замороженных российских активов передадут на восстановление Украины. В ЕС готов план. Участники встречи в Брюсселе пришли к политическому консенсусу о введении специального налога на прибыль от этих активов. Дорогие зрители, если вы со мной, значит вы тоже бойцы информационного фронта. В наших выпусках мы рассказываем, что к чему на самом деле. Никакого шанса пропаганде. Поэтому, если вы сейчас меня смотрите, прошу не забыть поставить лайк или еще лучше написать комментарий. Буду вам очень благодарна за любую поддержку и активность. Давайте вместе способствовать падению режима и окончанию войны. Ну а теперь вперед к новостям. Украинские военные пересекли Днепр возле Андоновского моста под Херсоном и стараются закрепиться на левом берегу. Об этом отчитывается британская разведка. Аналитики отмечают, что с 23 июня украинские силы начали перемещаться по левому берегу Днепра возле Антоновского моста. А с 27 июня бои на левом берегу усилились. Они осложняются подрывом Каховской дамбы. Это только один из плацдармов, которые подготавливаются. От Кинбурской косы до Новой Каховки, до Каховской дамбы есть несколько еще участков, где наши войска. Вот такие же разведгруппы, которые готовятся для подготовки плацдармов для форсирования Днепра. Форсирование Днепра может быть не в одном, а в нескольких сразу направлениях, в нескольких точках. Вот почему-то россияне прицепились в информационном потоке, также прицепились именно к Антоновскому мосту, к левому берегу. Но это такие разбросанные очаги есть по всему левому берегу. Но уже раз информация зашла, значит, о ней можно говорить. Вот уже можно говорить о том, что подготовка идет, и подготовка идет успешно. Они подойти не могут. Очень грамотно построен наш десант на левый берег, грамотно построен командирами, начальниками секторов, которые отвечают за это направление под руководством залужного. Подтянутая дальняя артиллерия высокоточная, хорошие радары стоят, то есть контрбатарейная борьба, мы на правом высоком берегу, это лучше для контрбатарейки. Дальность 7-8 километров больше, чем у россиян дальность стрельбы нашей арты, потому мы их здесь накрываем, накрываем огнем. Ну а тем временем координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что решение о темпе и направлениях контрнаступления принимает именно украинская сторона. А вот глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, украинское контрнаступление идет медленнее, чем многие ожидали, но прогресс неуклонно растет. Война на бумаге и настоящая война – это разные вещи. Компьютер говорит, что вы продвинетесь быстро, но настоящая война, возможно, пойдет медленнее. Что я говорил, это займет 6-8-10 недель. Контрнаступление будет очень сложным, оно будет очень долгим и оно будет очень-очень кровавым. Не надо обольщаться на этот счет. Свежие спутниковые снимки лагеря под белорусским городом Осиповичи опубликовала Белорусская радиосвобода. Ориентировочно в лагере будут размещаться около 8 тысяч вагнеровцев и он рассматривается как потенциальная база группы. В день мятежа Кашевара в поселке Цели, это в 90 километрах от Минска, не было никаких следов дислокации пылевого городка на территории воинской части, отмечает издание. Однако на последних снимках более высокого качества четко видны более 300 палаток. Размерами строящийся лагерь превосходит другие известные военные городки Белоруссии, где мобилизованных россиян готовят к боевым действиям в Украине. Самопровозглашенный президент, который отрицал строительство, теперь кормит народ успокоином. Зэки-вагнеровцы, мол, все убиты на войне, да и вообще осужденных не выпустили бы российские пограничники. Ну и вообще вагнеровцев там нет. К сожалению, у нас их нет, а если их ребята-инструкторы, как я говорил, уже им приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят о том, пришлите нам пару инструкторов, пусть помогут, пусть поскажут. И скажу вам абсолютно непопулярную вещь. Армия только тогда армия, когда она воюет. Евгений Пригожин распустил свой медиахолдинг «Патриоты» и «Фабрику троллей». Таким образом, медиа-империя Пригожина уничтожена, а подконтрольные ему СМИ объявили о закрытии. Все сотрудники будут уволены. Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, а работникам пурчили уничтожить все следы присутствия в интернете. Напоследок Пригожинская Риафан резанула правду матку. Генеральный директор рассказала о том, как работала пропаганда. Оказывается, «Фабрика троллей» действовала с 2009 и была тесно связана с государством, что государство годами отрицало. В 2011 году история работы на государство продолжилась. Тогда было важно стратегически поставить под сомнение работу оппозиционных журналистов, которые раскачивали ситуацию в стране, пытались, напомню, уничтожить нашу страну. Противники этой деятельности выпускали расследования, раскрывали сети Евгения Пригожина, его политтехнологов. Но в итоге именно эти сети сумели переиграть так называемых белоленточников. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. О решениях при встрече двух лидеров государств пока неизвестно, но расскажем о них позже. Но Санчес передал украинскому правительству всю европейскую солидарность и отметил, что Испания будет поддерживать украинский народ, пока в Европу не вернется мир. Тем временем глава Минобороны Литвы в Киеве по итогам визита представил трехлетний план поддержки ВСУ. Мы понимаем, что только долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины принесет стабильность в свободную Европу. Именно поэтому мы подготовили трехлетний план поддержки украинской армии. Тремя основными целями являются – приложить все усилия для обеспечения непрерывного предоставления военной поддержки украинской армии, обеспечить реабилитацию раненых украинских бойцов, продолжить консультации по оборонным реформам, начатых еще до войны, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО. Лидеры ЕС договорились, как будут использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, сообщает Блумберг. Ожидается, что замороженные в Европе активы российского центрального банка будут приносить около трех миллиардов евро прибыли в год. Более половины этих активов находятся в наличных и на депозитах, остальные – в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные по мере их погашения в ближайшие 2-3 года. Более подробное предложение Еврокомиссия представит до конца лета. Участники встречи в Брюсселе пришли к политическому консенсусу о введении специального налога на прибыль от этих активов. Члены ЕС будут работать над использованием замороженных российских активов не самостоятельно, а вместе с партнерами. ЕС рассчитывает получать 3 миллиарда евро в год за счет прибыли от замороженных активов России для их передачи Киеву. Легендарный музыкант Борис Гребенчаков объявлен в России иноагентом власти. Посчитали, что он гастролями за рубежом поддерживал Украину и выступал против войны. Также в России появился самый пожилой дискредитант. На 82-летнего жителя Перми Александра Никонова составили административный протокол о дискредитации армии после того, как на пенсионера донес подросток. Мужчина просто подошел к нему в парке и в разговоре высказался против войны. Привлекая Никонова к ответственности, бравые полицейские индустриального района поставили своеобразный рекорд. Александр Петрович становится самым возрастным из привлеченных за дискредитацию в Перми и крае. До этого Пальма первенства принадлежала 77-летнему Виктору Гелину. И второе. По-моему, впервые в Пермском крае человека привлекают к ответственности по дискредитационной статье не за пикет или высказывание в интернете, а за слова в уличном общении по доносу сообщению его собеседника. Стала известна личность мужчины, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Это гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. По данным генпрокуратуры, он участник организованной группировки, которая в конце июня похитила замглавы Орионбанка. Ашуров накануне прилетел в Кишинев из Турции, попытавшись скрыться от следствия через Молдову в ЕС. Ему отказали во въезде. В аэропорту Санкт-Петербурга накануне вечером загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай. Эвакуировали 240 пассажиров самолета, борт потушили и отправили на место стоянки. Этим утром он уже приземлился в месте назначения авиакомпании «Эмиретс». Считается одной из самых надежных авиакомпаний в мире и остается одной из немногих крупных международных перевозчиков, которые продолжают полеты в Россию. Самый большой рубин массы 55,22 карата продан на аукционе за 35 миллионов долларов в Нью-Йорке. Драгоценный камень нашли почти год тому назад в Мозамбике. До обработки его масса составляла 101 карат. Аукционный дом Сотбис заявил, что камень считается самым большим и самым ценным рубином, когда-либо появлявшимся на аукционе. На этом у меня вся информация. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем расскажем в следующих выпусках, ну а самая актуальная и оперативная информация в наших телеграм-каналах. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин